структуру, психотическую структуру, а на ее формирование влияет то, как выстраиваются отношения ребенка с матерью и с отцом. Сначала с матерью, а затем с отцом. Я это к чему говорю? Я упомянул понятие шизофриногенной матери. Суть заключается в том, что в определенных ситуациях, когда мать относится к своему ребенку не как к партнеру по общению, а скорее как к вещи, которую нужно беречь. Например, как к сервизу. Она о нем заботится, да. Но она сама не дает ему развиться как личности. Она не дает ему стать самим собой. Он для нее предмет заботы, а не партнер по общению. И дальше возникает чертовщина. И я увидел такую шизофреногенную мать однажды, и я даже опешил, насколько точными могут быть психоаналитические, и не только психоаналитические, но и социокультурные концепции шизофрении. То есть они не с неба берутся, а действительно я увидел, вот я вам это опишу, поступил в больницу имени Кащенко, паренек лет 18 с гибифренической шизофренией. И пришла на прием его мать. Вы понимаете, это была достаточно сильная по характеру, по своей натуре женщина. волевая, но она, она все знала за него наперед. Не он высказывал свои потребности, свои желания. Вот я хочу то-то, я не хочу чего-то другого. А она знала, что ему нужно, а что не нужно. Она говорила, у него простатит, пусть он пьет эти таблетки, приносила ему, а ему было неловко перед, хотя он шизофреник, да. То есть она воспринимала его как предмет заботы, она действительно заботилась, но лучше бы она не заботилась о нем. Потому что она заботилась как о сервизе, а не как о человеке. Это ужасно. И действительно, для меня это был очень значимый пример того, как, насколько правильными могут оказаться некоторые концепции. Ну вот так. Она не давала ему сформировать, даже вот вербализовать свои потребности. Отделиться от нее он не мог. Не мог стать личностью. Кстати говоря, я и отца тоже видел. И к отцу она примерно так же относилась, к его отцу, к своему мужу. Она при мне сказала, а что этот он тряпка и вообще там. А он сидел и молча слушал. Вот так. Он тряпка. Именно тогда, когда мать исключает из воспитания отца, она исключила. То есть она сама все знала. Из-за него, из-за отца, из-за всех остальных, наверное. Вот тогда и возникает это, вот это Боже мой, что я увидел. Вот он эндогенный фактор, на самом деле, опять-таки. Не факт, что дело все в наследственности. Более того, психоаналитик генетику скажет. Ну хорошо, мы имеем родителей шизофреников. Но если мы этим родителям-шизофреникам, вы говорите о наследственности, но если мы им подкинем на воспитание здорового ребенка, то, скорее всего, он тоже станет шизофреником. И такие исследования, к сожалению, нельзя провести просто поэтическим сообразием.